К нам присоединяется американский политолог, директор Международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива. Питер, как всегда, рады вас видеть. Приветствуем. За имя, как всегда, друзья, добрый вечер. Питер, ну смотрите, Амрамсы, ракеты с обедненным ураном, кассетные снаряды, F-16 можем вспомнить, и это все лишь обещание двух последних недель. Как вы считаете, что происходит? Возможно, Пентагон и Белый дом начали прислушиваться к советам экспертов, да? Вот я могу привести последний пример. Переоценили Афганистан, недооценили Украину. Вот так описывают аналитики Вашингтонского института Брукингса про счеты оборонной сферы Соединенных Штатов Америки. Там очень интересное название дали своей аналитической записке. Как быть дешевым ястребом в 2020-е? Понимают ли в Вашингтоне, что ястреб должен подорожать, да? И стоит ли нам ожидать увеличение военной помощи Украине и арсенала этой помощи? Я думаю, да. По крайней мере, до конца первой конденции, первого срока Байдена, если, не дай бог, придет к власти республиканин с тропистого толка, ну, я думаю, что можно ожидать увеличения этой помощи, потому что все понимают, что Америка сейчас просто не может позволить себе отказаться от Украины. Я думаю, что вот лучше всех это сказал Майк Пенс, который, вы помните, недавно приезжал в Украину. Это вице-президент при Трампе и один из кандидатов в президенты США. Сейчас он участвовал в дебатах этих в Висконсине, где, по сути, в ответ на абсолютно глупейшее заявление Вивика Рамасвами о том, что Украину нужно отдать России, по сути, и таким образом не позволить слиянию России с Китаем. Вот он сказал, что мы посылаем туда оружие и посылаем деньги, поддерживаем эту страну, чтобы не пришлось там, на украинской территории, из-за Украины воевать нашим пацанам, то есть нашим ребятам, американским солдатам. И это все больше и больше понимают на Западе, что покуда, по крайней мере, сохраняется такой вот пакт с Украиной, что Украина является частью цивилизованного мира и заявила о готовности вступить и в НАТО, и в ЕС, варианта другого нет, продолжать поддерживать Украину. И если все будет действительно очень плохо, Запад будет поставлен перед выбором заступать туда уже ногами своими, а это будет означать столкновение ядерных НАТО и России. Что касается кассетных припасов, мы упомянули, и вот обедненного урана, вот, разумеется, российская пропаганда это на свой лад переворачивает, как и в случае с кассетными бомбами, так и сейчас с обедненным ураном, что это, мол, чуть ли не дача Украине. Нацистское украинское хунти ядерного оружия, это, разумеется, полный бред, все знают, что никакой радиации эти снаряды не излучают, и, в принципе, во многом, может быть, это не идеальная мера, учитывая, опять-таки, потенциальную контрреверсию, но это делается потому, что, чтобы дать американскому ВПК выйти на тот уровень, который нужен сейчас для Украины, в том числе вот по производству 155-мм снарядов, сейчас их производится 24 тысячи в Америке, и задача стоит увеличить их производство годовое до 80 тысяч. А пока вот дается то, что есть, и кассеты, как вы знаете, снаряды зарекомендовали себе крайне позитивно уже на полях боя. А уж насколько аврамсы будут эффективны со всем этим вооружением, согласитесь. Немецкая пресса пишет о том, что решение по Таурусам сейчас тормозит лично Шольц. Возможно, уже пришло время Соединенным Штатам Америки сделать этот прецедентный шаг и передать нам эти дальнобойные ракеты. Ну да, как помните, то же самое, собственно, было и с танками. То есть Америка объявила символически, знаете, передачи там пару десятков, сколько, 30, речь была, да, 30 аврамсов, которые, да, и до сих пор их нет, и не знаю, когда они будут в Украине, вот, ожидаются, но пока еще они, по сути, в полной силе не заступили войну. И, тем не менее, вот это то, что требуется Германии. Германия, все-таки, не забывайте, она, разумеется, ограничена своей пацифистской поствоенной конституцией. И, несмотря на эту политику Zeitung-Wende, то есть полного разворота, которую объявил Шольц сразу же после полномасштабного вторжения России в Украину, беспрецедентная политика для Германии, все равно вот эти, знаете, монстры пацифизма, будем сейчас говорить в нашей ситуации так, а не иначе, они до сих пор очень высоко держат свои головы. И, к сожалению, вот Америка, Германия постоянно нуждается в подталкивании от своего главного союзника Америки. Я думаю, что, да, вы, Алексей, абсолютно правы, если США сейчас объявят о даче хотя бы одного атаканца, я думаю, что и в этот раз у Шольца будут развязаны руки, и он нам сможет дать Тауэрс. Тем временем посмотрите, как действуют французы. Французы всегда гордились тем, что своей независимостью в западном блоке, поствоенное развитие свое, когда Деголь, вы помните, частично приостановил вообще членство Франции в НАТО, это был такой вот негативный пример этой независимости. А тут Франция при Макроне, при даже всех своих, знаете, по таких вот сомнительных движениях Макрона, особенно в начале войны, по поводу поговорить с Путиным, понять его и так далее, тем не менее Франция вот без всякого сигнала от Вашингтона дала Украине свои скальпы. А это и есть, по сути, таким эквивалентом атаканцев и Тауэрсов. Питер, пока что непроверенной информации, неподтвержденной. Естественно, мы живем во время полномасштабной войны, поэтому, ну, тут такие визиты, как говорится, анонсировать не гоже, но, тем не менее, появилась информация, что госсекретарь США Энтони Блинкин посетит завтра буквально столицу Украины, город Киев. Ну, во-первых, по Вашей информации, состоится ли на самом деле данный визит? Ну и, конечно же, чего ждать? И что вообще означает, возможно, даже в неком символическом смысле этого слова, данное посещение столицы Украины? Я думаю, что, скорее всего, будет, хотя тут тоже до последнего и понятно, что в целях безопасности это не подтверждается. Вообще, удивительно, что этот слух пошел, опять-таки, это меня немножечко настораживает, но все-таки я думаю, что если Блинкин таки приедет, то его визит будет, конечно же, целесообразен. Вот уже сейчас, знаете, нужно заняться серьезно месседжингом, а в очередной раз идут заявления и такие интерпретации со стороны, в том числе, и российских медиа, и то, как они, собственно, пытаются сейчас повлиять на, как подается информация в западных медиа. Я это знаю по себе, потому что часто просто даю интервью на разных каналах. Вот сегодня давал интервью на CGTN, это китайский, это крупнейший, главный китайский англоязычный мировой канал. И вот там даже, понимаете, тоже как просто формулируются вопросы, можно понять по повестке дня. А формулируется просто так, вот в условиях того, что Америка выдвинула Украине ультиматум, давай вот еще пару недель Украина, и если мы не увидим никаких конкретного прорыва, да, при Азовье, все, будете договариваться. Но, опять-таки, я не знаю, кто конкретно Украине из американских чиновников это сказал, я думаю, что никто этого не говорил, а по крайней мере официально. Я думаю, этот приезд, это будет очень важный сигнал от Блинкина, который вместе с Остином, вы знаете, является главными, наверное, такими выразителями. Идея о том, что Америка должна поддерживать Украину до конца, что поддержка Украины полностью соответствует американским, отвечает американским интересам, с тем, чтобы нейтрализовать постоянное нагнетание этого информационного такого, знаете, я бы сказал, дезинформации, по сути, иначе это не назовешь, о том, что вот у Украины есть пару недель, и после этого все. Иду параллельно на пресс-конференции с Эрдоганом в Сочи, Путин заявляет, что вот Россия уже победила Украину в этом контрнаступлении, украинское которое полностью провалилось. Несмотря на то, что мы видим, каждый день за днем, хоть и достаточно медленно и кровопролитно, но успехи конкретные есть. Об этом пишут не только украинские СМИ, но и западные СМИ. И пресс Блинкина будет очень важен для поднятия и боевого духа украинских солдат, и всех-всех-всех членов коалиции Рамштайна, которые дают Украине оружие. Именно сейчас наступил момент мне говорить о каких-то переговорах, знаете, об этом сегодня говорил как раз приехавший в Украину Дэвид Петреев. Вспомните такого генерала, который был директором СРУ и объединенных армий США в Ираке. Вот он сказал как раз об этом, что сейчас нужно Украине давать максимальное количество оружия, с тем, чтобы опять-таки, с тем, чтобы когда-нибудь там через год-два Западу не пришлось предстать перед такой очень, знаете, неаппетитной опцией посылать своих солдат на Украину. Дайте Украине то оружие, которое необходимо. Дима Петреев сегодня сказал, атакамсы, атакамсы, атакамсы. F-16, чем быстрее, тем лучше, неоправданным является вот такая вот задержка и нерешительность администрации Байдена с этим вопросом. Я думаю, что это будет сделано, но опять-таки, чем быстрее, тем лучше, друзья. Чем быстрее, тем лучше. Ну, возможно, приберегают заявление о передаче этих видов вооружения к визиту Владимира Зеленского, который состоится уже через две недели в Соединенные Штаты Америки, да? Владимир Зеленский выступит в стенах ООН. Чего вы ждете от этого визита? Ну, во-первых, Зеленского есть что показать. Опять-таки, не буду здесь звучать крайне циничным, но вот вы же видели в последние недели целый ряд уголовных обвинений против крупных игроков из большого бизнеса в Украине, а также вот эти скандалы с войнком и так далее. Ну, и одновременно, знаете, то есть это прекрасный прецедент и пример для подражания на всем постсоветском пространстве. Да, проблемы есть, но где еще мы так видели, чтобы так громко во всеуслышание о них говорили? Вот такой вот, знаете, открытости, транспарентности еще в Украине не было, знаете? Я думаю, что вот это тоже очень важный момент, учитывая, что фон информационный в Америке и на Западе нарастает, и, разумеется, его разгоняют на Российской Федерации, потому что Украина остается безнадежно коррумпирована, и все оружие разворовывается. Разумеется, просто при даже объемах поставок, таких поставок оружия, чисто статистически, будут кейсы вот этих прогнивших яблок, что называется, которые портят картину всего. И в американской армии это было, и во время Витамской войны и так далее. Поэтому разъяснительную работу нужно продолжать вести, но ничего нет лучшего, как просто продемонстрировать, как на деле к ответственности привлекаются все эти персонажи. Я думаю, что Джо Байден может объявить, я очень надеюсь, с тому времени он даст понять, какая сумма, то есть какой процент из 24 миллиардов долларов, который был обещан в бюджете на следующий год для Украины, будет все-таки реализован. У меня надежда, что вся сумма, и есть хорошая надежда на то, что она пойдет. Ну, опять-таки, возвращаясь к этой избитой теме Атакамсов, может быть, это будет сделано. Не уверен, что во время их визита это будет объявление, но я думаю, что можно ожидать в течение пары недель после что-то подобное мы от Байдена услышим. Да, сейчас нас ждут, на самом деле, очень важные события в геополитическом плане, на дипломатическом уровне. Питер, мы вам говорим спасибо за эту беседу. Было, как всегда, очень интересно. Питер Залмаев присоединялся к эфиру телеканала Freedom.